Всем привет! Я приветствую вас на своем канале, посвященном всему помаленьку, в том числе и криптухе. Ха-ха, криптуха. Криптовалютам. Сегодня я хотел бы рассмотреть такую монетку, как Coin98. Название прикольное. F98, NHL98, NBA98. Прикольный был год. Год дефолта в Российской Федерации. Мне тогда было 13 лет уже. Блин, такой взрослый 13 лет казался кипец. В общем, название интересное, валютка интересная. Я думаю, она очень перспективная. Среди децентрализованных проектов, так называемых. Еще в чем ее прикол? Она была запущена на Binance, на бирже. На так называемом Launchpad в июле этого года, 21-го. Раздавалось там много таких монеток изначально, за то, что держишь там BNB. Многим удалось взять неплохое количество штучек, и мне, по-моему, штучек 20 там перепало. Потом я еще докупился, но сейчас я об этом расскажу. В чем суть этой монетки? Суть этой монетки в том, что она объединяет на своем кошелечке. Это так называемый агрегатор ликвидности. Если вы имеете много валюток в многих разных блокчейнах, то и все можно будет хранить и пользоваться в одном месте. Соответственно, все создано так, чтобы уравновесить, сделать баланс всех свопов, всех комиссий, за транзакции и прочих. Но вот мне интересно, получилось у них это или нет. Как такой агрегатор ликвидности? Задумка хорошая, задумка неплохая, но посмотрим, что будет дальше. В общем, как я еще сказал, монетка появилась совсем недавно, но и будет интересно понаблюдать. Будем посмотреть, как говорит Дмитрий Пучков-Гоблин. Но не суть. Суть в том, что нам нужно постараться на этом заработать и понять, перспективная монетка или нет. Но для этого давайте разберемся. Стоит на текущий момент она всего лишь, это недорого, 2 доллара 17 центов, это ни о чем. Стоила она, по-моему, 5 баксов, это x2 с 30 текущих. В принципе, можно покупать смело. Она находится на 60 тысячах людей в наблюдении. Кто-то за ней наблюдает. Всего циркулирующие предложения рынка. Небольшое число, на мой взгляд, по меркам криптовалют, всего лишь 185 миллионов. Это ни о чем. Это даже не в 10 раз больше, чем по итогу будет у битка. Поэтому 2 бакса, я думаю, 20 долларов, даже 100 долларов. Она стоит, должна в будущем, если проект не подзабросят. Максимальное предложение, соответственно, будет 1 миллиард. Когда только вопрос. Рыночная капитализация на текущий момент всего 14400 миллионов долларов. Опять-таки, но-то с текущих. При стоимости, как она вот была, 6 долларов. Соответственно, смело умножаем на 3 и получаем больше миллиарда. Это уже нормуль, это уже топ 100, а не топ 246, как на текущий момент. Смотрите, данная монетка сейчас торгуется как раз на уровне 2 доллара. Это уровень поддержки, обозначенный в июле месяце, после того, как она залистилась. От него, по идее, мы должны отбиться, потому что сколько мы здесь уже тремся. С 5 декабря, сегодня у нас 11. То, что она ушла вниз, конечно, ниже 3 баксов, это тоже своего рода нисходящий тренд. Но уперлись здесь. Если пойдет ниже, то цель 1 доллар. И отсюда я сам уже куплю очень много монеток. У меня сейчас их 100, как вы видите здесь, да. Покупал я их по приколу на 80 баксов, когда они стоили 80 центов. Где-то вот здесь вот, потом как выстрелило, я такой, опа, как огонь. Потом через какое-то время выстрелило еще выше, да, это дневные свечки. То есть в августе, спустя месяц, она уже возросла в цене в 5 раз. 5 иксов я не стал фиксить, потому что, ну, это не мои методы спекулирования. Даже в средний срок, да, там месяц-два, либо там краткосрочная какая-то торговля, там одна неделька, там или несколько дней. Не говорю уже там про скальпинг и прочее. Моя цель это покупка, покупка, еще раз покупка на несколько лет, как альтернатива банковскому депозиту. Посмотрим, чему меня это все приведет. Вот, надеюсь, не к потере капитала, хотя, в принципе, забудь обо всем, живем только раз, ничего страшного не случится. Руки, ноги, голова на месте, слава богу, чему всем желаю, отлично. Главное, чтобы здоровье позволяло, но это жизнь, никто ни о чем не застрахован. Поэтому живем, кайфуем, каждому дню радуемся. Ребята, будьте на позитиве, не будьте с кислыми щами, вот как я многих наблюдаю в Москве. Будьте солнечными людьми, покупайте с текущих. Шучу, в общем, планы такие, смотрите, закупить от текущих. Кто торгует, любит коридорчик, это очень классно, потому что монетка сильно высоко не поднималась, сильно низко не уходила. Очень хороший коридор, от двух, вот где-то до четырех. Ставим сетку, даже здесь же на Binance и проторговываем, без проблем. Монетка за листинно была, как я уже сказал, на Binance первым делом. Также ее можно купить на Bybit, на Gate.io, на Crypto.com, на KuCoin, на Poloniex, на таких децентрализованных биржах, как PancakeSwap, SushiSwap, Biswap. Везде она уже есть. Очень перспективная монетка из децентрализованных, на мой взгляд. Поэтому, кто еще не зарегистрирован на том же Binance, а есть такие вообще, отзовитесь. У меня есть ссылки на другие биржи под описанием данного видео. Заходите, регистрируйтесь, у кого что получится, не получится, пишите комментарии. У них довольно симпатичный сайт, где есть описание, где есть все те монетки и все те биржи, где можно купить данную монетку, с кем они сотрудничают, с какими сервисами, где можно стейкать, также покупать. Также есть свой кошелечек, довольно-таки удобный, неплохой приложухи в e-web и в Google Play. В общем, заходите, смотрите, интересуйтесь. В твиттере у них за такой прошедший срок 256 тысячи читателей, хотя не осмотрите, регистрация в марте 2018 года. То есть, задумка была уже тогда, да? Прикольно. Не знал. В описалово здесь всякие вечные розыгрыши, всякие приколюхи, новости о сотрудничестве этих монеток с различными Indify проектами. В общем, меня это все радует. Единственное, что мне не радует, что их заблочили на Reddit. То есть, заходим на Reddit, бах, и типа Coin98 Community было забанено Reddit. Это комьюнити было забанено за несоблюдение правил Reddit. Что там не соблюдалось, как это, что, я не в курсе, но обидно, досадно, ну ладно. Также, если мы зайдем на BSC Scan, где отслеживается количество держателей, их немного, их всего 50 тысяч. Есть куда расти, будет 1200, соответственно, капитализация будет повыше. Но трансферов при этом, да, переводов различных 755 тысяч. Это прикольно, это меня радует. Монетка живенькая, монетка прикольная и перспективная. Единственное, почему я не пойму, почему Binance ее не сделал себе, чтобы можно было где-нибудь на ее бирже застейкать, либо в пул какой-нибудь пихнуть. Но зато мы это можем сделать на PancakeSwap совместно с BNB под 43% годовых. Соответственно, получать за это мы можем кейки. Я считаю, что это прикольно. Также, если мы будем получать их в монетке BSwap, BSV, так называемые в другой децентрализованной бирже. И застейкать там также можно Coin98 совместно с BNB, но получать уже за это 60% в среднем. Да, ну вот на текущий момент 47% годовых. Ликвидность сюда запихали на 738 тысяч долларов. Не очень много, поэтому, видимо, такие большие проценты. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Свои мысли я заозвучил. Покупать или не покупать данную монетку каждый решает сам. Что с ней делать, соответственно, тоже. Я лишь поделился своим мнением, я могу ошибаться. Поэтому всем, кому понравилось, просьба поставить лайк, подписаться на видео. Всем всего хорошего и профитов. Увидимся.